Утренняя прогулка с его божественной милостью Аче Бхактвиданты с вами Прабхупадой. 29 июля 1975 года в Далласе. И искусственно они строят огромные города. Мы пошли не туда, не туда. Мы повернули не там. Мы вернулись к началу улицы. Здесь приятнее. В газетной заметке Шейла Прабхупада по поводу Индии говорится, что огромное число людей в сельской местности даже не знали об этом правиле чрезвычайного положения. Они мирно жили и не были никак подвержены этому. В сельской местности люди не обращают внимания на эти политические перипетии. Даже во время сильного движения гражданского неповиновения Ганди из всего населения Индии к движению присоединились всего лишь 60 тысяч человек. Каково население Индии? 600 миллионов. 600 миллионов. Из 600 миллионов присоединилось лишь 60 тысяч, и оно стало успешным. 60 тысяч человек присоединились по статистике. В действительности, я не думаю, что рабочих было более 10 тысяч. В точности как индийская деревня. Здесь они и не работают. Они просто живут, да. Сисфарупа. Он живет где-то там. Он один из самых богатейших людей мира. H.L. Hunt. Магнат, нефтяной магнат Далласа. Некоторые предные пытались с ним встретиться. У него в доме слуги. Ну, по крайней мере, слуга взял Бхагавадхито. Они не смогли встретиться с ним самим. Он умер? Умер? Несколько месяцев назад. Обрыв записи. Зачем это движение? Говорят о движении за независимость женщин. Потому что мужчины их эксплуатируют. Это факт. Им не нравится то, как с ними обращаются мужчины. Печально то, что у них нет ни мужа, ни дома, ни детей. Они бродят по улицам. А они хотят этого. Они хотят хороший дом, хорошего мужа, хороших детей. Но они этого не получают. Огромное озеро.